Волжский районный суд. Последние два года Алексей Прокопенко ходит как на работу. Сначала 9 уголовных дел о предоставлении муниципальных квартир вне очереди. Затем новый процесс. Год назад экс-главу администрации Саратова обвинили в халатности. Единственные, на кого сегодня не распространяются общие правила поведения в суде. Алексей Прокопенко слушает приговор сидя. Недавно экс-чиновник получил перелом ноги и теперь передвигается на костылях. Впрочем, и этот факт только подогревает внимание прессы. Летом 2013 года Алексей Прокопенко подписал разрешение на строительство многоэтажек в районе аэропорта. Скандально известных под названием «Новострой 21 век», которые теперь мешают работе радиолокаторов. Соответственно, это нарушало права и законы интереса граждан, организации, а также законы интереса государства. Достаточно длительное время мы рассматривали данное уголовное дело на протяжении около двух месяцев. Активно доказательства представлялись как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Расследование шло тяжело и долго. Проводилось множество самых разных экспертиз. Начиная от подчерковеческой, чтобы определить, действительно ли подпись принадлежала Прокопенко. И заканчивая сложным исследованием, действительно ли мешают дома, работе радиолокаторов. И в ходе следствия также определялось воздействие локаторов на здоровье человека. Благо, пределы в норме, но тем не менее, экспертные исследования показывали, что при работе локатора, либо при его неработе, соответственно, разятся и показатели данные. В итоге эксперты вынесли свой вердикт. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, дома нужно снести. Без крыши над головой остались более 200 семей, которые купили там квартиры. Алексей Прокопенко своей вины в этом не увидел. В ходе следствия пытался доказать, что действовал по закону. Однако суд решил иначе. За халатность тех чиновнику запретили занимать государственные должности два года. Вдобавок назначили 200 часов обязательных работ. К ним Прокопенко приступит сразу после того, как вылечит травму. Наверное, будут заниматься своим привычным делом убирать город. Я рос пионером-комсомольцем, поэтому для меня любой труд почетен. И нормально, если к нему относиться, конечно, скажем так, ответственно и с любовью. Поэтому ничего в этом страшного нет. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, ТВ-центр, Саратов.